и мы сегодня будем говорить о стакане в начале вебинар всегда небольшая техническая наладочка чтобы все работало вроде бы все настроили можем начать и так стакан time in sales кластера в целом это вариация отображения одной и той же информации потока биржевых данных об совершенных сделках либо же отложенных заявках как в случае с стаканом сирены да да и бывает проезжают такие прям серьезно китае мигалки и так нужно понимать что трансляция биржевых данных идет просто в цифры значение количество маркировки в это идет большим таким пластом информации мы это все дело аккуратно обрабатываем и раскладываем по полочкам чтобы это все было отображалась в удобном формате то есть но никаких изменений с данными естественно не происходит в основном суммируются только данные суммируются либо же распределяется уже по таймфреймам вот и в каком виде мы воспринимаем информацию тоже очень важно то есть какой цвет ну вы согласны поставьте плюсик то возможно у кого-то есть другие каналы в считывание информации биржевой 99 или даже до 99 и 9 на процентов информации мы получаем мы получаем от ну через глаза то есть зрительная зрительный канал и соответственно в в каком формате мы видим то есть одна и та же стакан платформе волфикс он совсем не отличается особо от биржевых ну вот стаканов биржевого стандарта тут как бы привычный всем и но по биржевым стандартам стакан выглядит вот в виде таких двух колонок колонка а по сути колонка б это скорее всего связано опять же с тем что в excel проще будет просчитывать все возможные там бухгалтерские вот эти вот клиринговые операции мы сместили эту колонку of ask of над колонку бедов и соответственно она идет вот здесь зеленым и красным светом разделяется ликвидность которая показывает нам в количественном значении по каждой цене сколько отложенных заявок сумме то есть это не один участник там их можно быть 100 200 может быть два намеренные купить либо продать в зависимости от того какая часа рыночная цена и на какое количество контрактов то есть также присутствует маркет-мейкеры которые обязаны как бы помогать ликвидность чтобы не было пробелов не было вот нехватки of и все клиенты все участники рынка могли практически по любой цене купить продать и это не не составлял особо проблем то есть это выгодно во первых для биржи больше комиссионных проходит больше оборот больше чем больше скорость принципе высокочастотный трейд трейдинг выгоден только наверно для биржи огромное количество операций за каждую операцию нужно комиссию брать и чем больше таких высокочастотных ребят появляется и плодится тем больше зарабатывает биржа ну и там около биржевые брокеры которые на высокочастотниках тоже сидят соответственно стакан использовался с давим сдавен и любой трейдер который анализирует стакан рано или поздно приходит видит какие-то наблюдения в как происходит динамика с ценой как разворачивается цена то есть по стакану видно когда какими-то крупными лимит лимитными заявками в тянут на себя цену это все как раз с помощью стакана можно анализировать видеть и тем самым обезопасить свою сделку либо же получить сигнал на выход на вход и там на частичную фиксацию и так у нас сейчас ну как бы стартовая базовая вариация отображения стакана он может немного отличаться от вашего по умолчанию если вы включили только платформу никак и не настраивали то он у вас будет немножко в другом формате отображаться возможно шрифт другой либо же немножко цвета будут другие давайте познакомимся что мы видим для чего и как это использовать обратите внимание что между двумя этими колонками есть вот такой квадратик это собственно рыночная цена текущая и вот два как бы лагеря участников разделяется этот это текущая рыночная цена по сути в отображение в я воспринимаю в принципе стараюсь доносить что вот просто воспринимается как ликвидность выше рынка и ликвидность ниже рынка то есть заявки отложены они у них есть очень нехорошая черта и они могут быть отменены то есть пока висит ваша лимитная заявка на 2999 вы видите что она там не скоро вообще будет сделкой вы соответственно можете отменить и переставить и некоторые эти этим очень злоупотребляют очень быстрое выставление и снятие заявок соответственно может вызывать иногда вот манипуляционное движение на себя и такие в операцию неоднократно наблюдались и я думаю вы сами видели такие моменты заявки отменяются добавляются на каждую цену чтобы посмотреть как это происходит вот в каком ритме идет выставление и снятие заявок мы просто включаем options и переключаем delta type на self в каждом модуле где есть график и есть возможность отображения стакана обязательно обратите внимание в настройках на поле дом лимит вот здесь вы обязательно в настройки лимитники все фильтры для стакана и в мы сейчас сюда как раз и зайдем я просто пока уберу один фильтрах а вот да когда я чуть рисую в этот момент как бы фриз вот того слайда который был этот момент он замораживается потом я отпускаю как бы в карандашик и продолжается картинка не самое лучшее решение но я ненадолго буду идти фризы делать итак теперь внимательно посмотрим в первую очередь что нужно изучить на своем инструменте в снов перед тем как использовать стакан понаблюдайте в разные периоды торговой сессии какая как ну по значимость какое значение ликвидности в среднем наполняется стакан в соседних вот тиках то есть вот начиная от рыночной и отдаляетесь все дальше 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 то есть мы сейчас смотрим и сын пи мы также будем переключаться кстати надо посмотреть пускай висит будем переключаться на сель тоже на евро в принципе пишите тикеры которые вам интересно или вы торгуете мы будем переключаться на стакан и смотреть как там обстоят дела вот так выглядит стакашка в на сельке то есть разница в ликвидности на каждой цене вот от ложных заявок очень ощутимо там 200 300 400 на каждой цене здесь 39 16 25 но время сейчас не самое подходящее для на макс селька лайсвишку крутой еще ликвидность принципе есть там общее но дело близится к завершению вот то есть мы видим сколько по каждой цене готовы обеспечить ликвидностью вот даже хотя бы ближайшие ниже рынка и выше рынка 5 тиков то есть те которые вдалеке вот на самых кончиках тут указывается суммарное значение всех вот этих отложенных заявок до рыночной цены снизу то есть суммируется значение 1265 контрактов то есть вот здесь рассыпь рассыпали 1200 контрактов и выше рынка 1239 контракта в целом мы видим что отложников идет поровну так вот у нас еще есть вот видите зеленые цифры появляются возле колонки красной это отображение сколько контрактов добавилось на эту цену красным оттенком сколько отменили от сложные заявки грубо говоря сняли вот если здесь посмотреть а 4 5 11 11 и пошли 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 там вот здесь 18 сняли то есть это кто-то отменил заявку снял где и как можно применять эту информацию то есть первую очередь мы анализируем какая ликвидность выше рынка и ниже рынка естественно иногда стоит посматривать в целом ниже рынка сколько контрактов и выше рынка сколько контрактов сейчас очень близко к балансу идет то есть но очень близко к равной ликвидности но но ключевые моменты торговой сессии тому с утра либо же под новости этот крен очень ощутим бывает в два раза на одной стороне то есть допустим ниже рынка в два раза больше ликвидности две с половиной а там 1200 то есть и и соответственно плотность ниже цены она будет тянуть на себя в рыночную цену и тем самым можно этим воспользоваться и как для более точного входа что мы очень часто применяем вот именно этот подход мы сейчас это все попробуем рассмотреть и так сейчас более-менее спокойный период торговой сессии после 12 все с wall street пошли в скорее всего на ланч и ликвидность как раз после 12 начинает просаживаться по цемешки если вернуться после ланча в биржевики то может появиться объем еще там 13 30 в 14 0 и там уже ближе к закрытию но в целом после 12 если просел объемы там часу ну по второму не появились крупные игроки и соответственно уже их и не будет то есть это тоже можно учитывать анализируя непосредственно статистику по своему инструменту и так более-менее такой спокойный стакан по евро мы видим ставят заявки снимают попробуем сейчас вместе по бренд штормить как можно эффективно использовать как можно применить информацию о том если мы видим что здесь выше либо ниже рынка снимают заявки ставят и в каком ну вот не контексте в каких ситуациях это будет полезно то есть пока вы думаете в со своей точки зрения я пока расскажу в как я использую и ситуация когда допустим у нас цена висит у какого то экстрема мол на лаях либо же нам на макушке торговой сессии и ну вот уже должны сорваться на short примеру да то есть у нас есть сэн пиев анки уже допустим уже начал идти на short причем уже там прошел найти к 8 движения а и сын пи еще грузит какую-то лимитку большую либо же там подгружают кита объемы сводит кого-то крупного ну или просто за стопами идут то есть они еще не пошли на продажу можно заметить как халявчики которая но видят эту ситуацию что немножко запаздывает и самки за реакцией на рынке и хотят зайти по вкуснее цене то есть у нас готовится short bank of america ушел на продажу там все крупненькие из 5 сотки вы заметите что начинают очень быстренько набрасывать заявочки вот от рыночной цены и до локального максимума допустим то есть вот здесь начинает такая плотная эти ликвидность да кстати забыл вот здесь зеленым цветом это значит добавляют заявки то есть добавили если вот на пробитие скорее всего кто-то в 29 25 19 поставил скорее всего там три двадцатки еще какие-то добавились другие ребята в сумме вот еще добавили в соточка уже висит у нас это по еврику и еще добавили сейчас посмотрим вот у нас очень плотная ликвидность 429 400 136 с 1700 а выше рынка 2 300 так и но вот такой перевес уже имеется то есть вот это вот ликвидность на 1153 152 154 можно даже зафиксировать отметить чтобы не забыть я такие уровни стараюсь пометить цвет линии серые оставлю и локирую просто чтобы они не не пропали что я очень много ли не ставлю от меня удаляю поэтому чтобы их не удалил случайно мы видим что 429 394 436 не меняется цифра то есть здесь видите очень активно идет в новости нет 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 волатильность очень высокая непредсказуемая и ну нет большой объемом особенно под новости тяжеловато новости это хороший драйвер роста это очень хороший вариант быстро заработать принципе я стараюсь не в новости торговать рассчитываю когда они происходят то есть когда они будут допустим отчеты в либо же ну процентные ставки в payroll и в те же самые собрания в федеральной резервной системы какие-то изменения происходят то есть когда есть в календаре время когда это будет происходить и очень маркет мувин индикатор события или же 2 на этой неделе как раз сегодня одно и завтра следующие вот то есть очень новости экономические отчеты это по сути точки возможного изменения в стратегии торговых участников они получили какую-то новую информацию проанализировали изменили свои стратегии вывели позиции либо же добавили еще либо вообще в два раза увеличили факты к тем что были это точки вот возможного изменения тенденции на и настроение участников поэтому обязательно отслеживайте экономический календарь но экономические новости в целом на предмет брэки news там вот эти вот форс-мажорное события мы не можем вообще как бы даже рассчитывать единственное что вот экономический календарь в этом плане то есть можно заранее знать когда отчитывается какой банк и какие допустим у нас на неделя будут важные выступления там центробанков каких-то глав или управляющих и соответственно я рассчитываю такие моменты вот на этой неделе как раз две процентные ставки у нас идет подряд по англии по юналисты из америка на этой неделе и по британии получается у нас ну процентные ставки по банкам это market moving отчет показатель далее у нас получается швейцарии еще четверг и британия до британия и швейцария то есть сегодня через 17 минут кстати мы обязательно будем наблюдать это событие как отреагирует но как будет себя вести стакан в этот момент очень отлично что совпало крас фомка и web вы увидите как поменяется вообще характер стакана я даже сделаю несколько вариаций стакана одного и того же инструмента мы будем и сын пи наблюдать но вы будете видеть какая информация может стакане отображаться и так давайте подытожим пока то что мы уже успели зафиксировать в стакане мы видим на сколько рынок по каждой цене возможного отображения вот level 2 сколько ликвидности на каждой цене плюс еще market maker и и это нужно учитывать в качестве и как определение в какую сторону может сместиться цена и как пропускная способность вообще стакана то есть если у вас уже будет объем который просто там от одной сделкой не проходит через стакан вот допустим 177 контракта висит тут 100 а уже возле рыночной цены падает до 50 то есть всегда вот ближе к рыночной цене вот этих вот смельчаков становится меньше всегда смотрите какая пропускная способность хотя бы первые три наверх и 3 вниз тика как минимум то есть вот это вот реальная способность стакана проглотить какой-то объем допустим если переключиться на сель то в там уже не будет по 100 по 200 контрактов по каждой цене там будет немножко меньше ликвидность и вы не сможете 100 контрактов просто май маркетом отправить и чтобы его проглотил рынок вот такая ситуация 415 35 ведь его соседние 365 и 237 мы с вами видим что вот эта соточка она немножко тянет на себя одеяло то есть потенциально вот этот очень объемный 1300 и 1000 на 300 контрактов больше по японцев сейчас скажу да хорошо что поправили вернее дополнили совершенно верно четверг еще я пошка и ввп по новой зеландии ну в общем насыщенный будет четверг а сегодня буквально через 14 минут будет решение по процентной ставке федеральной резервной системы значит прогноз снижения процентной ставки на 25 сотых если прогноз соснов подтвердится снижение процентной ставки фундаментально очень позитивный код для фондового рынка вернее даже не для фондового рынка а для раздутия вот этого пузыря по сути просто заемные средства становится еще дешевле меньше отдавать нужно и бизнесменам предпринимателям те кто одалживают деньги америка вся в долг живет в принципе она там должна уже не знаю сколько три миллионов и так что еще помимо в вот стат информации нам может показать стакан я сейчас переключу режим в этот режим который показывает сколько на каждой цене добавили контрактов либо же сняли отложенных заявок подчеркиваю отложенные либо же лимит заявки это намерение трейдеров то есть это еще не является сделкой намерение трейдеров может очень быстро меняться поэтому стакан к стакану нужно пример привыкать тот кто торгует на инструменте одном там один стакан вы с я сегодня специально буду переключать стаканы ставить разные чтобы вы замечали что у них у всех разная вообще динамика даже вот характер то есть принципе более ликвидные инструменты они чуть менее волатильны вот допустим nq и вот наполнение стакана на nq мы видим с вами что по 20-15 контрактов 15-20 контрактов среднем market maker по каждой цене старается обеспечивать и обратите внимание какая вот пропускная способность у рыночной цены на самом деле идет третий к вверх и третий к вниз по 6 контрактов по 5 а вот и соответственно вот это и есть реально ликвидность которую вы можете как бы отправить на рынок и но даже не 5 контрактов желательно и даже 5 контрактов разбить на несколько частей то есть вот это вот как бы активность и вот видите 50 минус 25 минус 50 тут кто-то снял но вот 125 лошадей просто отменили убрали и где-то не вот здесь они добавились а вот и причем добавились достаточно далеко от рыночной цены можно также заметить когда начинают играться в стерео такую игру как бы до выставляются фактически по объему одинаковые заявки в рыночной цены иногда это может даже быть маркетмейкер стоит постоянно в коридоре то есть можно заметить что они особенно на российских инструментах вот на фичах тоже и 500 вот свежий современный ну вернее молодой инструмент еще не обузданный там прям видно что маркетмейкеры стоят через определенный определенный шаг птиках они прям объемом очень выделяется здесь как бы не особо выделяются маркетмейкеры но фильтрация вот этих отложенных заявок она возможно и я рекомендую ее делать сейчас покажу вот как она будет помогать и насколько это маленькое изменение уже улучшает качество и скорость анализа на самого стакана значит масштабирование стаканов я не делаю я просто сжимаю ценовую шкалу либо же нажимаю а стакан соответственно адаптируется под его масштабность но ценовой шкалы поэтому могу еще чуть-чуть сделать больше шрифт если ну если плохо видно сейчас попробую тогда просто не весь стакан будет видно но вам будет видосами значение побольше вот 14 на 16 сейчас увеличим вот сейчас должно быть хорошо видно и так сколько у нас там осталось до взрыва волатильности совсем чуть-чуть отлично я еще простите добавлю сейчас time and cells чтобы вам картина была еще и понятней и вы познакомились еще с возможностями ленты сейчас рекомендую компоновку по модулям вот непосредственно кластер профайл для анализа стакана и дисбаланса по дельте в кластерах добавлять time and cells агрегированы либо же простой time and cells правее чуть-чуть ценовой шкалы вот сюда вправо здесь вы видите фильтр 8 контрактов нажимаем apply даже можно поставить 830 чтобы не подгружала там ничего лишнего вот и чуть-чуть осветлее сделаю шрифты чтобы вам было видно вот то есть идет отображение информации в таблице то есть одна строчка это один тик запомните в агрегированном time and cells одна строчка эта информация о том что происходит произошло какая ликвидность сколько трейдов в одном тике в обычном доме целос одна строчка это один трейд то есть по как бы иерархии структуры таймфреймов то самый минимальный 1 это трейд ну если именно считать вот совершенные сделки то есть соответственно там то мы можем видеть целый целую лету 1200 допустим 50 и цена не меняется это на самом деле просто много трейдов проходит в одном тике и вот они все расписаны в колонку и ну я допустим отдаю предпочтение вот агрегированным потому что в принципе наблюдать одну и ту же цену просто разные трейды мне проще суммарно посмотреть ликвидности какая там итоговая дисбалансировка получилась значит из полезных в time and cells осталось совсем чуть-чуть сейчас начнется объем тика дисбаланс в этом тике то есть в одном тике не весь объем может быть на стороне агрессора на бай либо же на шорт мы на прошлом открытом вебинаре этот момент изучили есть тики где действительно все селеры вот 20 контрактов 20 дельта 101 на на покупку вас ли но есть вот 326 допустим чем агрессивнее рынок тем больше идет вот этот дисбаланс и не весь объем может быть на стороне байеров либо же селера то есть может быть 100 контрактов в одном тике но дельта будет допустим 20 дальше идет колонка трейдов количество трейдов вы видите черным цветом то есть нет данных на самом деле просто здесь идут цифры черным цветом и только те которые мне нужны которые фильтруя не появляются здесь а там серым цветом но если навести на строчку на строку то здесь их видно я могу даже сделать не здесь а вот в общем и колонка макс трейд то есть максимальный трейд тике объем его помогает еще точнее определить если в тике крупный игрок либо же объем залили очень большим количеством трейдов вот допустим 150 контрактов 151 контракт 151 показатель дельты это означает что на покупку причем 151 контракт 0 целеров в этом тике и 151 бар ну вот общий объем если мы заглянем посмотрим то 151 контракт зашел 75 подчеркиваю трейдами вроде бы как такой может быть вроде такая цифра ровная почти 150 75 трейдов вот максимальный трейд был 15 контрактов то есть и последняя колонка показывает среднее средний объем на трейд то есть зависимость того сколько трейдов в тике ликвидность вот рассчитывается но в 1 2 3 это нормальное явление даже для снг на многих рынках нас на фьючерсном рынке это в порядке вещей итак у нас зашевелился стакан вы сейчас увидите лент начнет бодрее себя вести я включаю дополнительный интерактивный кластер к стакану вы заметили что добавилось еще две колонки то есть сам стакан он вот это дополнительно еще колонка для отображения ликвидности в равно удаленных заявок вот сейчас я включаю левел и синеньким цветом эта колонка которая показывает насколько равно удаленная беда ски на чьей стороне перевес по объему напротив того на той цене напротив того значения указывается насколько то есть если у нас вот пошел обратить внимание фактивность в этом классе и 5 минут и практически все цены вот фильтры зеленого цвета это означает что либо косая либо горизонтальная дельта указывает на фильтр но я знаю как отличить здесь косую от горизонтального очень быстро так как я под себя настраивал и вот сейчас новая пятиминуткой вы можете наблюдать как проходит и в активность стакане и в ленте то есть комбинируя информации в ленте мы видим с вами количество агрессоров принимаем решение насколько их много мало соответственно то ликвидности которые сейчас есть смотрим наполнение стакана мы видим с вами что вот через тик вот 184 контракта потом серым цветом идет на самом деле там есть ликвидность просто в я фильтрую определенный объем вот 150 контрактов если ниже 150 контрактов то там идет серым цветом подсветка отложенных ордеров а вот все что свыше 150 подсечется красным но в данном случае ликвидность еще на декабрьском не не в полной мере не так активно и снизь но с ней снизить будет целесообразно до 100 принципе там ближе к открытию америке еще можно было бы пренебречь такими ну то есть не не заниматься этим снижением 413 контрактов 413 дельта причем 43 трейда зашло комбинируем информацию у нас если вы обратите внимание то ниже рынка немножко скуднее идет вот даже по фильтрам видно здесь две сотки тут две сотки выше рынка здесь вот через тик идут по сотке потом 200 120 более плотнее идет ликвидность выше рынка то есть соответственно когда вы взвешиваете а в какую сторону принципе пойдет цена то есть если вы видите что выше рынка реально больше ликвидности вот вот если просто смотреть даже на подсветку лимиток свыше 100 контрактов у нас ниже рынка в данный момент две только видно да то все все что вы здесь серым цветом это все значит ниже 100 контрактов а здесь раз два три 4 5 6 7 ближайшие то есть но и соответственно вот эта информация синим цветом насколько контрактов вот равноудаленной заявки больше и насколько лотков то есть вот 128 соответственно 50 вот сто восемь да 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 нет вот у нас рыночная цена 52 и 30 висе обидаск разница между ними 22 контракта так как 52 больше чем 30 соответственно напротив 52 указывается вот это значение насколько 52 больше чем 30 потом идет 28 и 79 то есть 28 выше рынка 79 ниже разница 51 контракт напротив 79 просто указывается значение насколько вот этот бит перевес создал над равноудленным аскам 66 и еще раз 79 он ведь 75 до сих пор остается вот 75 77 3 3 3 раза по 70 так и висит обретите внимание что прям совсем скудненько осталось от посадки уже прям днем с огнем не найти но в целом перевес вот сохраняется постоянно чуть выше рыночной цены вот за локально вот этот экстремум 4 700 4 600 почти сейчас я думаю уже пятерку сделали вот сейчас момент хороший остановлю обратите внимание что вот здесь выстроилась такая цепочка цен то есть ну фактически тик за тиком перевес идет на стороне асковой до стороны соответственно вот сравнивая вот ликвидность выше ниже рынка как вы думаете вот вопрос сейчас ко всем кто онлайн ваши мысли ваши предположения причем не стесняйтесь пишите как думаете даже если вы ошиблись в нашем сообществе никто не будет смеяться либо же все мы учимся и кто-то только пришел на биржу поэтому с пониманием вот как как есть какие мысли есть вываливайте в чат и в кого будки очень правильные мысли и кого будет неправильно естественно постараюсь поправить обратите внимание что вот сейчас очень узко ускоряется рынок очень сейчас 300 и как раз уже фомочка наверно посмотрите какая там процентная ставка обратить внимание видите вот этих ребят вот этот отделе интерактивный кластер он показывает активность на рыночной цене то есть в нем обновляется информация только напротив рыночной цены как только цена ушла с места стика она замораживается и ждет последующего у вас смотрите какая плотность идет выше рынка ведь он вот хороший пример того как ликвидность просто магнитить на себя цену цена будет идти туда где ликвидности больше вот собственно сейчас мы еще поставим лимитоз на дельту и поставим сотку тоже вот и будет у нас не тогда вам плохо будет видно сейчас не не 100 хотя бы давайте 80 темно-синим цветом вот обратите внимание выше ниже рынка но явно здесь меньше ликвидности тут прям вот целый блок за 3 30 05 ребята желающие прикупить очень много 6 400 выше рынка и 4 300 ниже рынка то есть видите как из равномерной ликвидности резко пошел дисбаланс в одном направлении обратите внимание как заливают беды сейчас просто невероятно и ниже рынка вот ребятки самые хитрые они на себя тянут одеяло вот тем самым как бы потом они могут пропасть сейчас резко когда закончится волатильность и отпустят цену выше допустим очень легко вот смотрите как в интерактивном классе наблюдайте сейчас интерактивным кластером как там будет распределяться активность вот по ценам видите 25 на каждом тике вот 483 бросили ребята штучку тут крен очень большой пошел все съели дальше пошли проталкивать очень быстро меняется но информация и ну человеческий глаз даже фактически не успевает за ней следить поэтому в новости торговать не всегда удобно давайте сейчас попробую показать час режим когда идет выставление снятия заявок то есть сейчас вот эти вот процессы будут очень быстро происходить соответственно сам кластер по сути по получается как контейнер того что происходило на каждой цене в течение пяти минут и вот это все суммируется на к по каждой цене и сохраняется хотят толкнуть в новости в артур я вам рекомендую вот просто провести даже эксперимент постараться вот именно момент новости выхода торговать то есть пока не у него не снизится объем вот пока объем будет очень повышен предугадать вот эту гипер волатильность ажиотажную но очень проблематично хотят представить себе пол планеты сидит сейчас на на новостях как как какие-то алгоритмы включаются кто-то запускает высокочастотные автоматы которые только и живут за счет волатильности все простые автоматы даже которая при под новость летит цена они просто заходят беру два-три тика выходят и так тысячи раз одним контрактом 100 таких алгоритмиков на хорошем серваке быстренько там по одному 2 тику вырвут как только волатильность снизится они сразу автоматом отключаются потому что у них про просту не будет прибыли и обращайте внимание на вот этот перевес то есть я по большей степени смотрю режим level вот этот который показывает сколько выше рынка ликвидности перевес либо же ниже рынка вот сейчас я остановил кадр здесь разбросана ликвидность хаотично то есть нет какой-то структуры в одном направлении давайте эту же ситуацию сейчас посмотрим на других инструментах чтобы у нас у вас вернее было ну как бы полная картина в активности под новости в принципе очень полезный опыт значит открыли позицию за пять минут до вот такой фонки и можно очень сильно либо разбогатеть но нужно среагировать и зафиксировать эту прибыль это все равно что немного выиграть в казино и успеть остановиться забрать джекпот и у и уйти из казино вот непосредственно же самое здесь можно очень быстро увидеть большой плюс пенель и так без нижней гистограммы вот быстро определить кто здесь был лидером группа селлеров либо же байеров я думаю на это уйдет пару секунд у каждого из трейдеров которые знают свой инструмент и меньше секунды да то здесь у нас идет достаточно хорошо просматривается контроль на стороне селлера и того получилось 400 лотков не так уж и много при ликвидности в пятерочка почти итак смотрим на стакан сель у нас ликвидность видите халявчики ниже рынка вот стоят наливают в основном аске это уже идет анализ непосредственно самого кластера как идет распределение ликвидности аске наливают либо же беды плюс еще вы я еще не рассказал о нем но уже его активировал это интерактивный кластер который даже не кластер это как бы лента историческая лента что происходило по рыночной цене вот в данный момент давайте в двух словах текущая рыночная цена пока тик стоит на одном месте вот допустим мы подросли свои 57 и 8 цена раз шагнула выше 2 57 95 57 96 57 97 и вот этот момент миг секунды бывает даже и минута пока цена находится на этом тике то есть она не менялась не выше не ниже то есть рынок остановился на этой цене на какое-то маленькое время в этот момент заходит кучу ликвидности в то есть проходят сделки и какие-то сделки идут со стороны агрессора на покупку с какие-то со стороны по на продажу если посмотреть в количество трейдов вы видели даже в спокойном периоде вы сын пи там было по 100 по 75 сделок в одном тике а тиков много соответственно на каждой одна цена каждая цена это по сути один тик и вот как распределяется вот эта ликвидность которая сейчас запрыгивает в этом тике то есть вот то что сейчас именно заходит по рыночной цене сразу же распределяется на вот эти две группы целеров красным светом и байеров то есть вы видите расстановку сил 42 76 то есть по этой цене когда когда рынок был на этом тике заходила вот такая ликвидность снизили до на 25 сотых вроде бы до снизили процентную ставку соответственно для фондового рынка это просто сюрприз даже не сюрприз а подарок вот то есть по сути есть еще топливо для продолжения вот этого роста халявного чем ниже процентная ставка тем проще и меньше заемные эти все проценты это все чем ближе к нулю тем больше такой кэш заходит заемный на фондовый рынок и по сути 428 175 это сель распределение агрессора на сель выглядит таким характером здесь по 10 контрактов на каждой цене вот сейчас вечером выше ниже рынка там в районе десяти тиков поставим сейчас фильтров все что ниже нише десяти нас не интересует это для дельты не для дельты мы спасаем 5 а вот для асков и бедов мы поставим контрактов 10 вот мы видим с вами там где темные участки это попросту меньше десяти контрактов поднимаем еще на 20 ставим 20 соответственно вы не то чтобы убираете значение лимитных заявок просто я допустим таким образом слабенькие или мелко ликвидные уровни просто они будут темнее отображаться то есть оттенок будет темнее но на фоне вот этих ярких крупных вот видите где крупнее ниже рынка вот сейчас ребятки заходят тут тоже подыгрывают и в обращайте внимание вот напротив этого прямоугольника какая заходит ликвидность семнадцать двадцать пять зашло немножко перевес за байром 25 и 4 осталось 26 27 20 51 и 9 20 10 14 11 и пошли 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 сейчас беды видимо пытались наливать итогово принципе идут вон селеры но это и сын пиксы не забыл посмотреть и вот чуть выше видите халяпочки стоят соответственно ажиотажная новость и тут сейчас может меняться направление в течение 15 минут несколько раз и если вы тренированы уже на взятие прибыли вот именно в такие агрессивные моменты естественно но это ничего нет невозможного по сути скорость реакции человека до стену где удивуешься как быстро могут двигаться какие-то там очень те же самые каратэ к этой квандоки подвижные ребята в то же время более менее подвижные но более устойчивые там боксерок или тяжеловесы на фоне которых скажешься просто какой-то гигант прям огромный они человек и то же самое здесь как бы ко всему можно при приловчиться и привыкнуть самое главное это то какую информацию вы используете в принятии решения о заключении сделки то есть вот как-то посидите даже не как-то желательно после вебинара сразу же подумайте так в моей стратегии основные элементы которые дают мне сигнал на открытие сделки являются там допустим три индикатора индикатор это цена ну и кусок времени там расчет идет с разных сторон суммирования деления и так далее то есть время и цена все то есть наличие ликвидности на этой цене отсутствует соответственно это будет как минимум это будет запаздывающий индикатор вот эта информация то есть стакан лента то что происходит пятиминутном кластере это вот эти ребята которые кричат на биржевой площадке и выкрикивают кому сколько нужно купить или кто хочет продать большой пакет объемов соответственно ну количество изменений сейчас на экране даже на одном экране а их 8 огромная вот под под новости это мы один инструмент рассматриваем анализируется там 56 минимум еще второстепенно то есть если торговать инструмент еще три-четыре у вас под рукой для перепроверки вот смотрите как наполняет немножко 16 тонн 38 57 видите скачок ликвидности во время выхода новостей до выхода новостей у нас за пять минут три тысяч контрактов оборот 4 705 57 то есть скачок ликвидности от пяти тысяч контрактов до 50 в десять раз произошел скачок объема то есть вот ликвидность в кисть раз увеличилась в моменте за пять минут показатель это общей ликвидности сколько было оборотов торговых за суммарно за пять минут то есть буквально сразу же пятиминутка в десять раз больше объем соответственно это значит в десять раз потенциально возможно расширение цены но именно в десять раз может и не произойти потому что на каждом дике по-разному распределяется этот объем где-то тысяч контрактов зацепилась где-то один но в целом из-за ну вот четко вот рассчитать что будет столько-то тиков расширения не мне ну это не удастся потому что на каждом тике свой контур противовес и когда там 50 тысяч практически все агрессоры на байту в принципе волатильность будет очень высокое в направлении вот эти в пять минут первое 64 тика то есть амплитуда движения вот за пять минут 64 тика следующий 26 объем вернее 34 объем снизился снизилась волатильность но тут два раза прям ощутимая и здесь обратите внимание вот именно этот бар 38 тонн и вот открытие и закрытие то есть ну такое как бы коварный по своему направлению ликвидность вот тянет видите какой плотный вот ниже рынка плотничком постоянно под выстраиваются вот здесь ну достаточно тяжело сразу анализировать стакан когда он не полностью отображается на экране то есть в таком случае уменьшается шрифт либо же вертикально выставляется монитор артур вот в недавно данный рынке артур явно недавно потому что еще но просто где-то года наверно правильно процентная ставка это фундаментальный фактор это более долгосрочное изменение то есть это не неправильно будет анализировать реакцию на позитивную новость я вас если вы там годик-два поторгуете вы сами заметите что новость выходит позитивная рынок реагирует негативно но именно в этот день даже два дня может негативно идти посмотреть как ликвидность как вы думаете почему именно после этой цены идет такая плотная перевес идет по объему на расширение хотя дальше на пробитие вот быстро выстраиваются ребятки за 84 25 эти плотненько стоят до за 84 ну вот те потихоньку корректируются так вот может еще один день падать на самом деле не стоит ну это будет ну в принципе правильно торговля то есть если вышла позитивная отчетность значит нужно нацелиться на позитивный тренд но во-первых рынки очень быстро и во-вторых допустим процентная ставка по фрс те кто уже в теме давно и съели не одну собаку в этом деле уже могли прочитать что они понизят эту процентную ставку ну как бы немножко уже в цене заложено но принимать решение о открытии сделки исходя из того какая вышла новости как должен реагировать рынок в артуру я вас уверяю рынок просто ответит никому я ничего не должен хочу иду на шорт хочу иду на бай ему все равно какая вышла новость если много байеров мелких рынок будет идти на шорт пока не закончится эти байеры закончатся байеры тогда то есть пойдет шорт и в целом в моменте может происходить вот именно в там первые 30 минут вообще нет смысла анализировать просто идет ликвидный ажиотаж автоматы алгоритмы подключаются новостные трейдеры ввесив 5 трактовых 10 раз скачок ликвидности просто в соседние пять минут уже резко подъем пошел вот и ну фьюч и акции немножко отличается но в целом тут как бы это вот это изменение просто наставки она будет влиять в среднем там на контракт то есть этом если еще никаких негативных отчетов особо не будут ближайшим пару недель то в целом контракт потихонечку как раз под новогодние праздники может топтать там трехтысячную отметку и выше ну вот таком духе а в моменте ну как то это применить это уже столько людей на этом потеряли время это просто да просто они могут туда обратно сейчас цену смотрите что происходит вот у нас это пятиминутный таймфрейм я сейчас включу минуты таймфрейм на весь экран вот это движение в завтра вы можете спокойно увидеть на 3000 05 снп на евро на европейской сессии их все нормально будет даже никто не особо не будет возмущаться потому что все уже я вам покажу сейчас как ведет себя буквально вот от текущей даты год назад вот движение снпи можно другой инструмент посмотреть кому интересно и немножко отклонились от темы как раз вот ажиотаж немножко утих утихомирился потихоньку потихоньку падает объем соответственно рыночная цена и анализируется сколько ликвидности выше рынка стрелочки так покажем и сколько ликвидности ниже рынка а вот вы сами видели только что как заколдованная цена идет туда где больше объем отложенных заявок видели да соответственно причину такого поведения то есть если воспринимать именно цел азкие беды как там спрос предложения то можно запутаться и как бы немножко разочароваться потому что так как ниже ночной цены вам зеленым цветом ликвидность будет казаться что это желающие купить дав и вроде бы как цена с этого уровня должна уходить на покупку после того как она достигнет этого уровня но все не так это просто во первых хотя сложные заявки могут перемещаться то есть цена только к ним подходит они потихонечку на тик 2 переместились причем даже потихонечку это я с реал потребил это может так быстро произойти что вы визуально даже глазами не заметите изменения только если там какая-то большая вот цифру переместиться на пару тиков вы заметите а так 17 20 контрактов 35 стакан быстро меняется на самом деле сейчас мы его обратно вернем вот обратите внимание ликвидность ниже рынка сейчас показательно вот ветер и остановил 8 300 сверху там 7 с копейками эти 800 лотков ну там под посолок а здесь 900 900 700 вот только вот этот вот блок вот эта ликвидность ниже рынка в перевесе а вот здесь мы анализируем вот здесь мы анализируем в этом тике пока цена стоит на этом тике так как я нажал фриз рисую соответственно вот эти две колонки показываю сколько ликвидности в тике зашло со стороны селера а сколько со стороны байера вот здесь допустим 129 209 то есть почти в два раза перевес за байерами 41 104 почти ну почти в 3 там 16 контрактов не хватило 3 39 61 так условно на в два раза перевес за байерами то есть 1 2 3 вернее 3 тика вот с минимума этого бара последние были за байером отпускаем фриз и у нас ведь он ниже рынка вот следующий же тик 500 и 25 то есть вероятность того что сместиться цена в сторону ликвидности очень высокая за исключением вот очень тяжело это уловить как вот 78 200 и 77 200 на 1000 контрактов больше под ценой вот этот блок постоянно выстраивается видите как меняется но в целом больше времени мы с вами наблюдаем что вот вот эти ребята до 29 80 очень неплохо плотно стоят 7 500 ну и когда восстановится баланс то есть и там и там будет одинаковая цифра начнется грубо говоря флайт вот сейчас у нас идет обратите внимание вот как бы на самом деле вот зеленый красный цвет просто чтобы визуально не сложно было разделить выше ниже рынка я бы на самом деле просто бы сделал это все в один свет зеленый красный цвет просто для быстрого определения ликвидность выше ниже рынка то есть вот этот квадратик не всегда очень удобно искать визуально а когда цвет в один переходит ну соответственно аске беды то есть это все связано пришли такую компоновку оставить по свету вы вправе поменять цвет вообще все ну в платформе практически все меняется кроме вот этой шапки можно сделать белой графики вернем белый фон черной графики как мета трейдере но не рекомендую на что глаза буду вставать очень сильно белого цвета вот ребята сражаются 84 80 86 артур цена вот представьте себе простой рынок обычный как бы есть примеров какой-то товар на рынке где объемы большие но слишком высокая цена есть цены по которым объема чуть меньше но за счет того что цена устраивает и тех и других то там обороты будут постоянно и большое количество то есть это все равно что он примеру там какой-то в товар по 2980 привычная цена и байер и селлеры то есть те кто хочет наживиться в на продажах или покупках оптимально и считает эту цену и здесь большое количество сделок происходит есть этот и даже товаров в хорошей упаковке но там по 30 10 там просто очень дорого и естественно здесь сделок проходит немного и обороты очень низкие цена будет то есть и найти как бы встречную сторону для этого крупного лимитника на большой пакет ну не так просто будет цена или же даже сама биржа она берет комиссионные за то что сводит то есть она по сути выступает как бы гарантом между вами и того того у кого вы покупатели продаете кому-то контракт то есть бирже это как бы буферов чтобы не представьте себе вам нужно купить два танкера нефти то вам надо ехать в эти арабские эмираты по этим пустыням на верблюдах на дает ах ехать к этим практически равным богам человекоподобным каким-то высшим расам просить у них нефти они там подумают недельку вторую а так чтобы этого всего не переживать и тех и других биржа сводит вот на этой как бы электронной нейтральной зоне соответственно за это она берет небольшую комиссию и доходы бирже чем больше ускоряется торговля тем больше биржа отчитывается по квартальным доходам первую очередь бирже выгодно высокочастотная торговля поэтому она и пропагандирует соответственно и брокерам тоже на руку когда много сделок проходит всем в общем кто комиссионная с каждого трейда вашего берет выгодно чтобы много сделок совершали соответственно выгодно брокеру вас мотивировать какие-то индикаторы которые чаще вам подсказывают открой позицию открой позицию каждый раз и там комиссия соответственно в первую очередь выгодно бирже чтобы цена всегда болталась там где есть ликвидность плюс двухсторонняя ликвидность двухсторонний аукцион возможен только в случае если есть обе стороны то есть сделка в 100 контрактов объем 100 контрактов в стакане когда вот прошла сделка это означает что целлер и байер договорились пожали пожали руки и совершена сделка про купли-продажи в 100 контрактов то есть вы купить 100 контрактов без наличия селера не сможете то есть чтобы что-то купить нужно чтобы кто-то это продавал соответственно цена будет идти туда где ликвидности то это есть но так как маркетмейкеров прям на большину на популярных инструментах пруд пруди там как бы это не составит труда поэтому вот цена будет всегда идти туда где больше можно свести позиции и ну так как бы один из объяснений то есть вот на природы и технической магнитной вот этой составляющей там есть ликвидность там будет цена и будет рынок то есть даже вот если простой пример у вас целый грузовик мороженого на вас кондитерские такое огромная фура в груженое мороженым вы едете по пустыне вам нужно реализовать этот товар скоропозже себе продукт и дорога на 2 на 2 2 направления налево-направо ну и камень как обычно во всех притчах или сказках налево пойдешь мороженое потеряешь направо под пойдешь и там продаж мороженое еще и заработаешь то есть налево там будет какое-то маленькое поселение живут кочевники допустим соответственно небольшое количество людей их ликвидности немного и вы на право поете будка ир там будет как бы столица египта больше ликвидности и возможности сбыть свой скороподчий товар естественно выберите куда ехать куда где будете проводить сделку там где больше ликвидки где больше обороты где больше кэша значит большей вероятности купли-продажи там где кочевники там меньше объема меньше возможности это все дело реализовать и скорее всего вы просто испортится товар соответственно точно также и цена навсегда идет туда где есть от кэш цена будет там где идут сделки сделки не могут проходить там где есть с одной стороны ребята на покупку допустим а со стороны продавца нет то есть вот вы хотите купить допустим там какую-то недвижимость центре москвы по очень низкому по низкой стоимости квадратного метра то есть это равносильно тому что вы вот хотите там за 30 тысяч долларов купить квартиру в там недалеко центра москвы цена очень классная но со стороны селлеров 0 никто не продаст такую недвижку то есть такие лимитники могут находиться в уме либо же даже выставляться на бирже но ликвидность селлеров находится выше то есть они ну самое там дешевая какая-то вообще вот вот не ниже а у вас лимитник стоит еще ниже то есть вообще какой-то фантастической цене соответственно сделка вот в этом случае не может произойти на рынке точно это ну нету второго двухсторонний аукцион можно быть то есть buy reseller то есть если есть кто-то кто с такой по такой цене даже пытается продавать соответственно уже есть какие-то там разговоры а когда вообще никого соответственно вы не можете провернуть сделку значит просто это но это не рынок то есть если вы не можете совершить сделку значит это ещё не рынок а там где это происходит вот стоит цены начинается поэтому цена всегда будет принципе там где обе ликвидности рядом то есть блок байеров и блок соляров будет всегда ближе возвращаемся к нашим стакашка и как настроить вот такое допустим отображение стакана давайте еще раз подытожим что мы сейчас видим перед своими глазами значит я всегда ставлю ну ярлык ценник ценник текущей рыночной цены на на ценовую шкалу объясню почему всегда я всегда знаю где искать этот ценник он где-нибудь в этой колонке есть режим отображения этого ценника на чарте то есть у графика не всегда хорошее решение особенно если вы там манипулируете графиком двигаете перемещаете его как-то соответственно иногда можно как бы упустить из виду видели там 1200 контрактов висела прям впритык он плотность какая идет ниже рынка сейчас мы включим еще дельту эти дельта 500 500 странным образом как-то повторяются ребята 210 100 и обращайте внимание на вот этот интерактивный класс видите перевес ниже рынка вот этот вакуум начинает появляться то есть они будут желающие вот здесь как бы за минимум еще шагнуть есть но как только корректируется цена эти вот этот плотность она тут так и осталось а здесь уже идет как бы такая вот пробел цена всегда анализирует соседние если объема на 3 к чуть выше больше значит она будет стремиться там сначала свести ребята потом уже на посмотреть дальше поэтому плюс еще помните что заявки снимают ставят поэтому вот это вот танцев они могут ребята вот эти с ликвидностью так и остались здесь на уровне на 83 здесь уже пошел пробел так и теперь смотрим 695 тут витя в кластере почти 12 тиков победили в 11 байер один стиков 10 так точно и смотрим 85 91 1750 53 69 108 175 137 231 16 видите набежала 700 839 против 339 вот я пока выговорил цифры уже цена на на два бакса вышла вот теперь сейчас остановил давайте посмотрим что произошло снизу вверх смотрим кластер вот видите ликвидность там тоже осталось а ликвидность выше рынка вот плотную и цена туда тянется вот здесь уже видите вакуум вот эти вот ребята час раскачивают лодку в обратную сторону чтобы сейчас собрать еще немножко урожая теперь смотрите вот этот я пока выговаривал вот эти две цифры рынок прошел фактически весь классер такая скорость изменения волатильность теперь смотрим 20 81 четыре раза больше байеров 82 20 224 три раза больше байеров 51 151 три раза больше байеров 105 194 в два раза больше байеров 223 327 на 100 лошадей больше байеров 216 401 почти в два раза больше покупателей 219 347 полтора раза 224 253 в два раза 40 234 в шесть раз 152 239 полтора раза 48 102 147 412 в три раза больше байеров 027 естественно самая верхушка каждый тик в два в три раза перевес за барами поэтому вот это 2200 контрактов вот так резко рванули цену на север процентном соотношении смотрим 28 процентов крен то есть вот у нас теперь видите ликвидность уже смотрит на юг вот почему в новости я не торгую потому что направление вот этого манипулятивного движения постоянно может меняться то есть естественно если зайти там на на макушке а потом доливать по чуть-чуть вдогонку то есть если вы зашли здесь по-быстрому там одним двумя контрактами потом доливаете постепенно это нормально как бы но пытаться вот эти все скачки брать ну можно очень быстро разочароваться так а тот наверно офис x уже вылетел не смотрите еще живет так давайте сейчас посмотрим что там так 6 рынке у нас получается 2 здесь пускай так и стоит ну 4 поставим на плюс один тик все позиции безопасности продавят скорее всего 9 200 2 9 700 ликвидность ниже рынка вон так плотненько стоит прям до 3512 да кстати анализируя стакан вы можете даже просчитывать вот глядя по ликвидности до какой цены может и происходить вот это смещение то есть если у нас 29 75 плотно стоит ну значит потенциально может быть опять же подчеркивает а потенциально нужно помнить тот момент что заявки сложные имеют свою как бы природу отменяться рынок находится здесь буквальном секунду от исполнении вашей заявки в 700 контрактов и автоматика быстро меняет отменяет ордер и выставляет на тик дальше таким образом цена будет постоянно подходить к вашему лимитнику а лимитник будет убегать за просто отменяясь потом выставляясь уже на новой цене лаура давайте завтра наверно уже сегодня поздновато мне еще чуть чуть горло совсем разболталась ну кашель то прям совсем не получится поговорить завтра в течение дня в или же под вечер можно желательно тоже где-то 8 пойдет лаура он ты полторы тысячи контрактов смотрите по настройкам в дом лимите в 2 тысячи контрактов очень сильно выделяется объем вот эти ребята они могут как раз на себя тянуть идеала вон смотрите что творится полторушка из 7 7 7500 контрактов полторы только вот стоят в теке от текущей рыночной цены все зашли эти ребята значит вот чтобы не пропустить таких как бы крупных лимит асов которые могут на себя тащить внимание вставить alert ask и alert бит значение вот данном случае у нас тысячи лотков появлялась правильно аномально ведь и выше выше тысячи нету по одним по одной цене то есть когда вы видите что в аномально появляются какие-то просто необъяснимые лимитки но они им видите появляются и пропадают вы просто физически не всегда даже ну их можете заметить а то есть они появились пропали но вот с помощью платформы волфикс вы уже двадцать девять восемьдесят три вот эти ребята стояли оп то есть это alert указывает что вот здесь был такой в 1000 кон вот 1000 в 7 29 84 то есть он появляется и вот 990 мы сейчас немножко подтянем лимит от чтобы мы не цепляли вот эти 990 давайте 1150 и тогда у нас будет меньше сработок вот этих а вот 1346 это уже серьезная заявление 1150 убираем два нолика вот соответственно вы можете смотреть там буквально отвели взгляд на ленту и не заметили как здесь отложенная заявка на себя немножко внимание потянуло то есть вот такими большими крупными лимитками могут иногда в на российском рынке и на на америке даже устроить очень такие неприятные манипулятивные движения принципе национальная фишерс ассоциация даже вроде как старается карать манипуляторов аферистов их даже называют вот финансовые мошенники то есть помощи отложенных кардеров тянут на себя крупных которые потом даже не не являются сделка не просто отключаются то есть отменяются перед тем как цена только к ним подходит они пропадают и соответственно тянув на себя внимание цену вместо там роста буквально там на четыре пять тиков и такими вот скачками можно за целый день на на подсекать приличную сумму ну естественно америка не любит когда у них вот так вот просто забирать деньги преследует этих нарушителей самое интересное что нарушителей там чё-то мало находят именно вот преследуют обычно в все фонды списывают на кого-то одного трейдера все свои косяки мол он там кнопочку перепутал ноли какой-то добавил ему заранее говорят там два года сидишь мы там за семья присмотрим деньги давать будем на себя берешь что все вину фонд списывает на эту всю ошибку трейдера потерянные инвесторские деньги и все и человек уходит через два года у него погашен кредит на недвижку семья вся обеспечена мы все вот такие случаи были уже неоднократно смотришь фонд какой-то нам трейдер чет накосячил или риски превысил диву-дивуешься как может в таких больших компаниях так просто такие риски превысить на территорию офиса чтобы зайти нужно 3 30 турникетов пройти и сканеров это просто чтобы зайти порой миллиардов спустить на ветер так это прям сразу лаура после 20 30 окей я завтра до победы будут все равно у рынка завтра в 4 или 3 процентной ставки но не быть у терминала это будет я думал упусть упущенный торговый день итак по настройкам первое точно обязательно настраивайте вот эти вот настройки ask less beat less они помогут вам убрать ну вот обычная ликвидность допустим мы видим с вами 500 600 мы ставим здесь 600 и соответственно все ложки которые будут ниже 600 будут серым цветом и таким образом вы видите где уже за 600 вот те которые больше 600 так и отображаются тем цветом которые у вас установлены точно такой же фильтр вот 1245 контракта 2985 пытаются запрыгнуть весьич на 1 тик 2 ниже рынка стараются запрыгнуть ну вот такими стараниями они но я посмотрим что там у них получилось ликвидируют 44 витак вот нас с 87 с половиной по 89 с половиной плотненько было ликвидно сейчас вот у нас идет 70 82 32 видите не менялись цифры вот если обратить внимание то там менялись цифры только со стороны селера со стороны байера не менялась ни одна цифра 4 тика подряд это говорит о том что там просто не погружались байеры и агрессоры были только со стороны селера давайте посмотрим ленте так ли это time and sell своем вот у нас просто в полет целеров еще блок еще блок трасс 41 это 4 минуты еще блочек и еще 4 тонны дельта 19 процентов но прилично это за минуту я подчеркнул и того вот этот фильтр который ну вот все отложки ветер как часть частенько подкидывают вот это вот неприятное по 1000 лотков там сжата цена просто в четыре раза поэтому вот эти значения тоже можно фильтровать мы допустим вы хотите подсвечивать свыше 30 контрактов целесообразно здесь контрактов 14 для вас допустим не имеют особо роли вы просто берете дом лимит это нас ложки ask less bit less виде серым цветом у меня стоят а дельта less это касается непосредственно вот этой дельты разница между равно удаленными заявками соответственно если будет перевес ниже 100 контрактов мы делаем тоже серым цветом то есть серый цвет как бы информация отображается но никакого информационного пользы она как бы не несет в этом случае у меня вот такая градация по цветам и здесь мы ставим сейчас 280 даже 240 320 100 дельта и у нас получается вот такой стакан смотрите нолик забыл поставить вот эти стакан практически весь серый за исключением вот некоторых мастодонтов которые вот здесь фигурируют а здесь даже нет ни одного ну к завершению идет торговый день ликвидность не самая основная час но активно идут появилась два крабрица вот вот сейчас хорошо просматривается вот эти вот цветовые вспышки ниже цены вот за счет вот этих фильтров вы можете информацию более аккуратно как бы наблюдать когда в этот весь цифровой поток меняется в одной каши там ничего не понятно поэтому приходится вот как бы фильтр нужно для того чтобы выделить полезную информацию вот таким образом я выделяю вот такие плотности ведь и текущая рыночная цена восемьдесят первое обратите внимание что творится в стакане я специально фриз нажал чтобы вы заметили 18 тонн три с половиной перевес четыреста тринадцати ноль четыреста девяносто семь триста восемнадцать и посчитайте сколько тут перевес на сэлере то есть тут вообще байеров пока мы не видим тут 0 и стоят то есть вайров даже не было и вот рыночная цена и перевес 108 137 123 152 и 225 это означает что равноудаленные аские беды вот таким образом сравниваются и напротив того который больше по ликвидности указывается на сколько контрактов это ликвидность больше то есть вот ниже рынка до 79 75 вот такая плотность перевеса по ликвидности то есть это не ну это подсказывает если постоянно удерживается такой перевес вот именно вот этот диапазон соответственно вероятность высокая чтобы в эту точку будет двигаться цена если они появились пропали появились пропали разбежались то соответственно вот этот хаос он не сможет цену так долго удержать к своему направлению ну вот ведь они пока 880 удерживают и пока мы с вами говорили здесь получилось 1121 контракт на шорт 493 набай и потихонечку увидите выравнивают силы байеры особенно это видно вот по интерактивному кластеру смотрим сюда ведь и быстро обновляется информация даже не успеваешь ее не то что проанализировать озвучить даже невозможно вот наливает 800 800 500 360 меняются то есть цена очень быстро скачет в 1000 против 700 тут уже перевес пошел эти ребята 7 9 75 так и стоят итогово 7 400 выше рынка и 7 900 ниже рынка соответственно сейчас будет закрывать но ничего страшного ну на себя могут один и одеяло тянуть вот можно поставить отметочки скорее всего маркетал состоять 29 76 75 за локальный минимум и смотрите 259 133 122 836 видите вот это вот предвестник крена видите какой 170 один селлер 70 байер 2521 поровну 259 это два контракта у селера 59 у байера 133 понятно 122 понятно 836 понятно то есть вот коридорчик без это можно назвать пропорству нет селера в таком ключе это анализируется тогда когда нужно открывать позицию то есть вот этот вот хороший маячок что если вы планируете покупать то вот как раз самое ну и дальше самое главное чтобы был попутный ветер так вот попутный ветер я называю когда ликвидность выше если нам нужно заходить на покупку и держать какое-то время бай то в ликвидность выстроенная выше рынка способствует хорошим сделкам то есть ликвидность на себя тянет цену и соответственно наша покупка приносит кэш как только такой попутный ветер пропадает это означает что ликвидность равнодренных занявок распыляется по ценовому коридору куда-то в определенную сторону не выстраивается это значит что можно увидеть флэйт то есть рынок немножко притормозит так как нет направленной структурной агрессии то будет попросту вот это болтание на одном месте как только начнет выстраиваться вот это попутная активность даже если против нас но мы ее видим мы ее понимаем что вот против нас выстроилась ликвидка значит мы уже видим сигнал на что на фиксацию частичную либо полную таким образом стакан помимо точки входа определения то есть его желательно использовать когда вы уже подыскиваете именно целенаправленно баи только вопрос когда именно нажать спусковой крючок то есть уровень поддержки пришли к нему там вчера сформировали ядро к примеру дня и сегодня вы смотрите как будет баре этот ядро защищать вы увидели допустим убедились и вот стакан в этом плане вместе с time and селс помогает очень аккуратненько зайти опять же это не так просто что после этого вебинара вы завтра будете щелкать позиции без особого риска открыли сразу ушел рынок в плюс это нужно потренироваться нужно в свой как бы инструменты по стакану изучить посмотреть его в поведение как он на кой объем реагирует в какие моменты какие модели вообще расторговки самого стакана происходит это и санты у него свой характер своя ликвидность тут как бы специфика своя переключиться на другой инструмент буквально там на евро уже будут повадки совсем другие вообще чтение стакана вот именно там попутная ликвидность перевес то же самое и сельс золото а там все это есть просто она немножко там может не так красиво выглядеть либо же так как меньше объема то быстрее немножко происходит реакция на сильное вливание кэша то есть на саппи он может немножко проглотить и там с опозданием это все дело отреагирует а там естественно атака будет быстро вот пошли ребята на шорт видите один байер два байера один байер 19 байеров а вот у нас команде комп компания селлеров то есть это вот последние вот эти тики была вот такая активность это нам показывает вот этот дополнительный двух кластер и называю интерактивный здесь отображается информация о совершенных сделках в этом тике проходят уже объемы и просто этот объем распределяется сразу на две группы агрессор на байер агрессор на шорт в кластере уже вот эти все тики которые на этой цене будут они суммируются и вот показывать нам два значения собственно вот так вот это все дело в заходит эти вы чуть выше рынка какая плотность хороший маячок показываю цвет кластера как у вас смотрите вы смотрите на кластер и он черный фон у меня тоже черный отсюда вывод цвет кластера должен быть таким как фон если мы сделаем черный фон и черный кластер соответственно кластер не особо не будет отвлекать и на себя привлекать внимание кластер фрейм это вот этого кантовка на кластере тоже не убирают просто она не убирается просто делается черным цветом соответственно ничего лишнего в нечто не мешает то же самое на самом стакане вы не видите тут рамок каких-то профилей то есть это все вы можете настроить правда уже не в самом кластер профайле вот именно настройки по стакану еще есть в маркет watch маркет watch стартовое окно главное заходим сюда здесь есть дом settings вот она кнопочка изменив настройки здесь эти настройки уже поменяют вид стакана и разной функции на всех модулях то есть если вы локально на кластер профайле там что-то с окном со стаканом делаете манипуляции там цвет фильтры то здесь вы если вы поменяете цвета ну во всех модулях он поменяется то есть это как бы для всех и вот такая цепочка цветовой палитры в отключен гистограммный вариант отображения постоянно то есть у меня в если я не сильно сжимаю шкалу то стакан отображается вот видит цифр и только сжимая тогда уже при превращается в гистограмм так как вы действует функция of соответственно эти все настройки они попросту единственное что можете активировать сам революм ну и history самый волюм это вот эти вот значения ниже рынка суммарное количество к лимиток и выше рынка history для того чтобы там на первом этапе изучать свой инструмент смотреть как там это все дело по ценам распределялась делать какие-то выводы вот смотрите три контракта у соля 149 у байера в 50 раз больше перевес у покупателя так ведь вот сейчас они выровняли 111 вернее 1114 1126 вроде бы значения разные но если вдуматься это там по сути из двух тысяч там четырехсот контрактов разница идет всего лишь в в двенадцать контрактов из двух тысяч двести контрактов 12 контрактов разница одной стороны на другой 302 905 тут три раза больше покупателей но у нас наливает сейчас по этой цене вот смотрим 767 791 805 400 уже беды даже напротив наливает и сейчас 364 как только начнет меняться соответственно это показатель что будет еще расширять ниже в одну спад па 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 появляются заявочки на восемьдесят семьой потенциально может подорвануть перестали наливать беды вот чилиста шесть один последний раз менялся уже так минутку назад и здесь тоже особо не меняется витит тысячи триста тысячи семьсот так и висят а не две тысячи души так 980 зашевелились 461 как только начнет шевелиться на увеличение сразу вот 3 и ведь вот сейчас видно на достаточно одинаковом расстоянии идут такие заявочки то есть ажиотаж видимо уже стих и маркетовцы расставляют свои сети заметно индекс ртс давайте посмотрим на российском рынке как себя ведет стакан а стакан здесь очень большой волатильный поэтому здесь сжать ценовую шкалу вот у нас стаканчик вертикально можно поставить один монитору и там как раз это все дело помещается и так 1158 выше рынка а ниже рынка у нас две триста ниже рынка в два раза больше ликвидки но она ведь и как разбросана вот эти ребятки которые с перевесом а а здесь пустота 14 контракта 1 видите то есть ну маркетмейкеров там есть какие-то обязанности какой коридор покрывать и есть те которые только на дневной сессии работают а есть те которые ну 24 на 7 из те которые только ведь на вечерке работают ну то есть запускаются и так что у нас произошло целеров практически не осталось ведь и 14 11 16 и тут естественно любой объем даже 100 контрактов будет создавать динамику ведь и вот эти 238 контрактов я пока ставил линию пока выставлял линию отметить они очень быстренько переместились вот сюда пропали то есть пока их отмечаешь они пропадают соответственно вообще даже близнецом таким образом нужно первое минимум недельку вторую просто за ним наблюдать выписывать повторяющиеся вообще как он реагирует на поддержку на сопротивление понаблюдайте обязательно когда как стакан выглядит когда цена уходит с уровня то есть у вас отработали минимум дня пускай до второй раз и вы смотрите как этот второй раз будет меняться в нем порядок этих ордеров как это будет активность перетекать не ниже цены рыночной выше чтобы этот канат как бы тянуть на север это нужно своими глазами увидеть много раз рассказывать можно но пока не увидеть самому и не побывать в этих попутных ветрах этот опыт невозможно передать плюс скорость стакана вы привыкли допустим торговать в новости для вас скорость стакана новостная будет на порядке вещей там через месяц через два но для тех кто торгует допустим в вечернюю сессию либо же там днем там после часу после 12 движение стакана будет под новости просто аномально высоким и не читабельным трейдер привлекает к определенному динамическому ритму вот этому чтобы анализировать цифры которые вам подходят ну меняет насколько активно агрессивно идет торговля чуть резко резко начинает ускоряться стакан вы уже как бы не с низ привычки не успеваете просчитывать там это и все данные и уже как бы ухудшается торговля поэтому если вы торгуете утром привыкаете к этому стакану именно утренний стакан вы знаете тот же стакан уже более медленно работающие который медленно меняется когда объем обороты им слабые участников меньше вечером соответственно динамика не не то вы уже привыкли такой серию там ударили 4 5 раз по бедам нога вы это видите там на теклом графике по стакану вы уже знаете этот отпечаток атаки селлеров перед тем как атаковать вы уже увидели четыре раза ли пять ударили все сейчас будут атаковать только дернулись в сторону шертов лужи вы уже вместе с ними идете то есть наша задача использовать поток данных для выявления по сути инсайда то есть но максимально приблизиться к инициальной информации то есть если мы к примеру в ленте time and sales наблюдаем информацию что 256 контрактов было совершено объем сделки из них 256 агрессоры на про нас на стороне продавца и мы смотрим с вами 76 контрактиков вернее трейдов зашло в целом есть весь этот объем зашел 76 трейдов не самый удачный пример сейчас мы 27 сейчас мы найдем 51 до 28 трейдов вот хороший пример 240 контрактов 132 трейда прикиньте на вскидку или на калькуляторе 240 контрактов объем а трейдов этот объем за 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 завелись 138 сделками снова 151 или у меня уже сказывается усталость 151 мы уже сегодня неоднократно видели 151 137 и 101 и 132 137 итак чтобы точно установить inside соответственно там где объем птики зашел одним трейдом по сути и будет ну inside информации но в этом примере у нас 9 контрактов но если у нас заходит там 500 лошадей и мы смотрим по трейдам а там два трейда всего то явно эти 500 лошадей в две сделки завели ну либо 250 250 либо 300 200 либо там еще какое-то распределение максимальный трейд 100 контрактов подсвечивается это вот одним трейдом кто зашел вот эта цифра 100 означает что у кого-то есть кэш и огромные нервы сила воли и не но не знаю там может вообще отсутствие нервов просто нажать отправить трейд 100 лошадей то есть из 200 лотков дельта тоже 197 всего 3 4 трейда и один из них 100 лошадей то есть отправили трейдом от 100 лошадок 1 100 лошадок 2 тут 90 вот это вот уже идет тоже inside информации с одним трейдом большой объем зашел вот максимальный трейд соответственно ну можно фильтровать этих ребят подсвечивать 100 лошадей 80 134 значит inside в 134 контракта то есть вот это значение одного трейда объем одного трейда 327 общий объем так дельта 247 соответственно из 327 контрактов у нас должна разница байера с талера получится 247 это явно ну вот этот 134 контракта явно на стороне байера тут уже из математически понятно то есть если разложить в эти 300 контрактов там будет какой-то перевес порядком 280 и вернее 300 сколько там может быть 300 и 80 мнение не 80 327 и 80 360 грин со стороны по солера соответственно ну меньше чем 134 буду соля соответственно вот уже автоматом попадает эта ликвидность на сторону байер идем дальше 159 контрактов дельта 100 если разложить на солера и байера то тут явно 59 помещается только на стороне с байера то есть 100 101 дельта может получиться из там 149 и 100 вернее 159 на две группы раскладываем и получается там с одной стороны небольшой лотаж а с другой стороны там 120 от 100 стороны будет 100 300 пусть ну 126 и 124 допустим 26 и 24 тогда будет разница около 100 ну и соответственно один трейд у нас 48 лотков 300 лошадей сто с 19 делок 50 одним лотом ну одним трейдом то есть эту колонку вы анализируете как инсайд не вот это инсайд объем это суммарное значение воин один трейд понятно что одним контрактом там поди разбери чего-то просто разместили вот 247 лошадей мы же например уже рассматривали и так подытожим сегодняшнее занятие надеюсь было но полезным для вас еще раз извините за технические маленькие неполадки в начале будут вопросы пишите в чате по данному материалу запись будет доступна те кто подписаны завтра послезавтра на том же youtube канале можете просто подписаться и вам приведет уведомление как только будет доступна запись смарт курс 10 октября стартует группу уже открыт набор можно будет это все дело изучить детально немножко мы изменили подход методику стажировки более агрессивно более ускоренная будет плотная поэтому нужно будет немножко времени освободить и встретимся на следующем открытом вебинаре который будет касаться импульсной стратегии там вот отдельная регистрация чтобы в ну чате там вроде грома напишет на любой отзыв пишите что не так было чтоб отправить